С началом войны губернатор От министра внутренних дел получил еще звание Главноначальствующий в Вятской губернии И вот приказ номер один Как раз губернатор и гласил Предстоит в скором времени Тяжелый, ответственный, всепоглощающий труд По приему раненых, их размещению и уходу за ними Убедившись при подготовительных работах Выдающейся энергией и ценных деловых качествах Своих сотрудников, как среди чинов администрации И представителей земств, так и среди граждан Города Вятки, я ожидаю больших успехов От объединяемой мною работы Всех тружеников в предстоящем Святом деле К началу Первой мировой войны Вятская губерния Была одной из самых крупных по территории Губернии империи, с населением более Трех миллионов человек О начале войны ветчане узнали из опубликованного В местной прессе манифеста императора Николая II Ныне предстоит уже не заступаться Только за несправедливо обиженную Родственную нам страну, Сербию Но оградить честь Достоинство, целостность Россия и положение ее Среди великих держав То есть это уже идет отсылка к международной политике К международным отношениям То есть Россия, если бы Скажем так За Сербию не заступалась То она бы теряла Свой международный престиж В день вступления России В Первую мировую войну в Вятке состоялась Стихийная манифестация На улице вышло около 5000 человек Креяли трехцветные национальные флаги Звучал гимн России Боже царя храни Губернатор Чернявский Обратился к жителям города Выступив с балкона губернаторского дома Приветствую ваш патриотический порыв Сохраните это святое воодушевление надолго Поднимается грозный вопрос О существовании державы российской О целостности и единстве империи Сохранить достоинство и величие государства Или умереть Вот что встает перед нами Отметим, что патриоты нашлись Не только в Вятке По сообщениям котельнического полицмейстера В городе после молебна О неспослании побед русскому оружию Население в большом количестве Прошло с портретом Николая II По улицам города Шествие продолжалось до 10 часов вечера А в Малмышском уезде В мечетях было провозглашено Многолетие императору И нашим победоносным войскам Об этом в Вятку сообщал местный мулат В губернии была объявлена мобилизация На призывные пункты Добровольцев приходило больше Чем требовалось по плану Добровольцев провожали с почестями Скажем так Большая обычно толпа собиралась До 10 тысяч человек И с песнями Их сажали обычно на пароход Провожали в порт И под громовые крики «Ура!» Пароход отчаливал от пристани Сегодня в Кировской области Сложно найти предметы военной истории Связанные с событиями столетней давности Их практически не сохранилось Екатерина Ямшанова Еще со школы увлекается военной историей И она помогла нам найти уникальные экспонаты Прошедшие через окопы Первой мировой Здесь представлены только некоторые предметы Из амуниции русского Бойца русского Солдата того времени Значит здесь представлены кобура К нагану Саперная лопатка Стальной шлем Пряжка Карга Офицерский головной убор Шашка И котелок Вот эта вот пряжка Она относится к пехоте Так как например пряжки для артиллерии Были немножко другими Герб был чуть меньше И внизу здесь были две скрещенные пушки Очень интересный экспонат каска Такой тип назывался адрианка Ее изготавливали во Франции В качестве союзной помощи Гребень сверху отлично защищал от ударов немецких сабель Каска дошла до нас с утратами Нет полей Но это все равно уникальный памятник своего времени Другое важное свидетельство того времени Фотографии солдат и текст присяги В этом случае это подарочный вариант присяги В виде открытки с портретом императора Николая II Эту открытку дарили солдатам В память о важнейшем событии их службы Основной текст присяги обрамляют патриотические четверостишие Солдат не дрогнет в грозный час Ему в присяге сила В ней Божий и царев указ Победа или могила Перед нами представлен портрет солдата русской императорской армии На нем мы очень хорошо можем разглядеть форму этого периода На этом бойце надета фражка с карды И гимнастерка Гимнастерку той эпохи называли косовороткой Так как застежка и горловина стойка были не по центру А немножко смещены вбок Что интересно погоны того периода Что для солдат и для низших офицеров были пятиугольные Которые мы потом вернулись в 43 году Отметим, что многие элементы военной амуниции и формы выпускались в вятских артелях На ижевских заводах, входивших в вятскую губернию, с 1915 года по 1916 было выпущено несколько сотен тысяч винтовок системы Мосина Кожевинники поставляли фронту сапоги, ремни и полушубки для солдат На вятке вытачивали ручки для гранат В большом количестве изготавливались патронные ящики Не надо думать, что это стояло на месте экономика Дело в том, что в это время выяснилось, что старые мощности Они не соответствуют новой войне, вот такой мощной, мировой Поэтому в ходе войны шла модернизация материальной базы, станков, оборудования Некоторые станки заказывались из Англии, из Франции, из США То есть из Москвы, что у нас, если что-то отечественный производитель там мог сделать Вот, поэтому оборудование тоже обновлялось, несмотря на то, что И Первая мировая война, хотя и была достаточно кровопролитная Но экономика, тяжелая промышленность, легкая промышленность Они тем не менее развивались, они становились более сильными В годы Первой мировой вятское купечество помогало пострадавшим Прежде всего, раненым воинам и их семьям Купцы Иван Лаптев, Петр Клобуков и Петр Вахрушев Инициировали подписку в пользу семей запасных и ратников ополчений Благотворители от купечества занялись устройством госпиталей Делали крупные пожертвования на нужды Красного Креста и семей солдат Эту войну стали называть Отечественной войной Потому что как бы все Отечество выступило против агрессора Поскольку Германия объявила войну России И первая она пала на нее Вот даже по документам проходит, что эту войну назвали не просто Отечественной войной А даже Великой Отечественной войной 14-15-го годов Потом, правда, это название ушло, забылось Но сам факт, что ее называли Отечественной Официально по документам он проходит Исторические катаклизмы, случившиеся в России после Первой мировой войны Почти навек обрекли на забвение скромных героев тех лет Жизнь российской провинции в переломные первые десятилетия 20-го века До сих пор остается малоизученной Заново открывает нашу историю научные форумы, посвященные столетию Первой мировой войны Которые проходят и пройдут в этом году в различных городах России Один из них состоялся в Вятском государственном гуманитарном университете По мнению столичных историков, участвовавших в научной конференции Использование уникальных материалов Кировских архивов Может обогатить Отечественную историю И дать более объективную оценку событиям вековой давности Мне кажется, это очень важно, чтобы отечественная, современная наука Она не концентрировалась только в столице или в столицах Если мы будем говорить о Петербурге Та война, это было делом всего народа Поэтому и наше сегодняшнее научное обращение к этой теме Оно опять-таки должно стать делом всей России Но, скажем, не только Москвы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok